В настоящее время близ четырех контрольно-пропускных пунктов вдоль Кыргызско-Казахстанской государственной границы функционируют временные пункты транспортного контроля и учета товаров. В рамках работы данных пунктов за пять месяцев текущего года в республиканский бюджет поступило 9 миллиардов 166 миллионов сомов. Об этом сообщил зампредседателя ГНС Асылбек Ермека в ходе пресс-тура на КПП Чалдебар. На сегодня продолжается аналитическая работа государственной налоговой службы по субъектам предпринимательства, занимающихся импортом различных видов товаров. Напомним, с 1 октября прошлого года близ четырех КПП вдоль Кыргызско-Казахстанской госграницы функционируют временные пункты транспортного контроля и учета товаров. С начала года по сегодняшний день сотрудниками государственной налоговой службы во временных пунктах, которые работают, на сегодняшний день оформлено свыше 45 тысяч сопроводительных документов. В ходе администрирования данных по сопроводительным накладным в отношении 111 субъектов произведено данное числение в размере 139 миллион сомов. Также территориальными налоговыми органами на сегодняшний день проводятся разыскные мероприятия в отношении 922 субъектов. На контрольно-пропускном пункте Чалдыбар Панфиловского района в день проходят около 60 грузовых транспортных средств. В ходе пресс-тура в целях ознакомления с деятельностью временного пункта транспортного контроля и учета товаров было проверено порядка 50 автомашин, в пяти из которых не оказалось соответствующих документов. Эти машины были завезены на временную парковочную станцию, а затем составили протоколы. Дальнобойщик ехал из Казахстана, вез абрикосы дыню. Вообще, когда возят товар с тех стран или в страны в таможенном союзе, необходимо зарегистрироваться в налоговой службе и получить справку. У этой машины справки не было. Сейчас мы передадим мобильной группе и завезем машину на штрафстоянку. Мы решили узнать мнение водителей о ходе проводимых проверок. Во всех временных пунктах работает автоматизированная система по учету сопроводительных накладных, позволяющая в онлайн-режиме направлять информацию в территориальные налоговые органы в возимых грузах из государств-членов Евразийского экономического союза. Отметим с начала текущего года по товарам, везенным автомобильным транспортным средствам, через временные пункты транспортного контроля и учета товаров, оформлены 45 384 сопроводительных документов.